Братья и сестры, мы должны кое-что с вами узнать о славе Божьей. Кое-что очень важное. Очень важное. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 3 главу. 6 стих. 6 стиха мы прочитаем. Смотрите, здесь апостол Павел говорит, Бог наделил нас способностью быть служителями Нового Завета. Данный Завет – это не писанный закон. Нет, но он от Духа. Ведь буква убивает, а Дух дает жизнь. И теперь давайте посмотрим дальше. Вспомните служение высеченному буквами на камнях Закона, которое принесло смерть. Это говорится о том, когда были написаны скрижали закона. Здесь сказано, оно было учреждено в такой славе, что израильтяне не могли смотреть на сияющее лицо Моисея. Этот закон, который был по букве, был наполнен такой славой, что израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея. Настолько Бог окружил славой закон, букву. И дальше апостол Павел говорит, если это служение, служение буквы, пришло в такой славе, то разве не будет еще славнее, или еще больше славе служения Духа? Если служение, которое осуждает человека, было окружено такой славой, то насколько же большей славой наделено служение, несущее человеку оправдание? То, что было окружено славой тогда, кажется уже не таким славным по сравнению с гораздо большей славой сейчас. И если временное было окружено славой, то насколько же славнее будет вечное. И дальше здесь апостол Павел говорит, и мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся. Давайте скажем, изменяемся. Становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. И вот, братья и сестры, если вы не до конца поняли это место из Писания, я попробую его немножко интерпретировать. Здесь апостол Павел говорит о том, что если раньше, для того, чтобы войти в славу Божью, чтобы пережить славу Божью, тебе нужно было исполнить букву, исполнить закон, то сегодня тебе необходима просто вера, чтобы ходить в силе и в славе Божьей. Чтобы соприкасаться со славой Божьей, тебе необходима просто вера, чтобы пережить славу Божью, великую славу Божью, которая исходит уже не от буквы, а от самого Духа Божьего, который был сотворен, этот мир и воскрешенный Иисус, тебе необходима просто вера в Иисуса. Поэтому сегодня мы можем не просто ходить, не просто знать о славе Божьей, а ходить в славе Божьей, благодаря тому, что слава Божья пришла через Иисуса Христа и открылась каждому из нас. Зачем нам нужно ходить в славе Божьей? Для того, чтобы от Его славы преображаться. Мы смотрим на славу и преображаемся, становясь как Он, как Иисус. Наши преображения, когда мы смотрим, когда мы соприкасаемся с Божьей славой, это отпечатывается на нас и меняет нашу жизнь, меняет наше мышление, меняет нас. Поэтому нам важно не просто, братья и сестры, изучать букву, нам нужно еще научиться жить по духу и ходить в Его славе. Научиться жить в Его славе, соприкасаться с Его славой. Открывать эту славу, входить в эту славу, ходить в этой славе. Вот чему мы должны научиться, люди, живущие в Новом Завете. Это не только исполнение закона, но и жизнь по духу, чтобы преображаться и становиться как Он. Знаете, мне так жалко людей, которые уверовали в Христа, но они разу не соприкасались с Его славой. Мне так жалко людей, которые просто живут изо дня в день обыдной христианской жизнью. они входят в церковь, они верны в десятинах, они молятся даже, может быть, читают Слово Божье, но их познание Бога заканчивается на букве. И нет ничего плохого в этом. Это тоже хорошо. Это не говорит, что люди идут в ад. Нет, мне просто жалко, потому что есть большие. Есть большие. Есть братья и сестры, то, ради чего Иисус умер. Он хотел принести славу Отца, славу Неба, чтобы, будучи здесь, как описал апостол Павел, получивший Дух Святой, мы получили не просто Дух, мы получили еще залог Царства Божьего. Залог того, что нас ждет на небесах. Эти переживания, чувствования, то, что мы будем чувствовать на небе, мы уже здесь можем переживать благодаря Святому Духу залогу. У меня есть знакомый. Он говорит, я каждый день на протяжении полугода с 8 до 10 вечера молился. Каждый день. Два часа. Стабильно, верно. Молился. Я говорю, и? И он говорит, я такой сухой. Я говорю, как? Говорит, я не знаю. Говорит, а что ты делаешь? Говорит, ну, молюсь там за себя, за свою семью, за нашу страну. Прошу о чем-то Господа. Говорит, ну и все, аминь и расходимся. Говорит, и я сухой. Я думаю, вау. И потом я понял, что не он один такой в самом-то деле. Потому что нам нужно научиться идти глубже. идти глубже. Потому что там, где Дух Божий, там есть свобода. там есть царство Божье. Потому что, когда ты молишься, молись, не только молись, то есть не только проси. Дай время, чтобы Дух Божий смог прикоснуться к тебе. Дай время себе, чтобы научиться, знаете, сесть и подождать. Сказать, Господь, я здесь. Все, что мне нужно, это Ты. Я готов сегодня два часа молчать, но наполни меня сегодня. Я хочу ходить в Твоей славе. Я хочу жить в Твоей славе. Мне мало того, что меня есть. Вот чему нам важно научиться. Это не просто жить по букве, но научиться еще жить по Духу. Интересно. Деяние 2 глава, 5 стих, это как раз день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на горницу, на тех, кто были в горнице, и они там начали говорить иными языками. И вот, смотрите, интересно, 5 стих. В Иерусалиме в это время, представьте, в это самое время находились благочестивые иудеи. Представьте, удивительно, да? То есть вот тут, где-то в горнице, на каких-то рыбаков и мытарей сходит Дух Святой. В тот момент, когда в Иерусалиме находились благочестивые иудеи. Негрешники. Благочестивые иудеи. И вот написано. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те на его родном языке говорят, изумляясь и дивясь, они спрашивали, разве эти люди не галилеяне? А некоторые же посмеивались и говорили, они напились молодого вина. Вот представьте, вот ты благочестивый иудей, приходишь в Иерусалим, а тут в каком-то маленьком домике творится история, братья и сестры. Представьте, история. Дух сошествия Святого Духа. Бог так в каждом поселился. А ты благочестивый иудей. И с одной стороны, и вроде бы есть чем похвастаться, что ты благочестивый, да? И с другой стороны, как-то грустно, потому что ты пропустил сошествие. Потому что, может быть, ты испугался шума, который оттуда исходил. Вот как, вот я бы всегда думал, как это вот они были похожи, как будто смеялись, потому что они думали, что они напились молодого вина. Вот что там такое было? Я всегда думал. Некоторые, есть люди, которым сложно находиться в собраниях, где движется Дух Святой, потому что их смущает чей-то смех, чей-то свист, чей-то плач, чей-то крик, потому что им хочется быть более благочестивым. Иудеям. Им хочется быть более, ну, иметь более престижный вид. И поэтому они говорят, ну, как-то странно эти люди себя ведут, я лучше останусь благочестивым. Иудеям. А я лучше буду странным, но наполненным Святым Духом. Братья и сестры, потому что как раз таки, когда ты наполнен Духом Святым, твоя жизнь по-настоящему преображается. она по-настоящему меняется. Потому что когда Бог сходит в твою жизнь, когда Он соприкасается, когда Он тебя наполняет, то ты уже не можешь быть, ты не хочешь быть прежним. Ты не хочешь быть таким, каким ты был раньше. ты хочешь молиться, ты хочешь читать Слово, ты хочешь поклоняться, ты хочешь изменить свою жизнь. В твою жизнь приходит радикальность, потому что ты соприкасаешься со славой Божьей, не с благочестием, со славой Божьей. Быть благочестивым хорошо, но лучше быть благочестивым и наполненным Духом Святым. Вот что важно. Вы знаете, что когда появилась первая церковь, то Иудеи, потому что она же вышла из среды Иудеев, она называлась Назарианской сектой. Ее называли секта. И те, кто был там, их называли сектанты. Почему? Потому что для них это было не ортодоксально. Для них это было чем-то непохожим, чем-то странным, чем-то чуждым, чем-то непривычным, что-то, что вне канона, что-то, что другое. Но то, что притягивало людей туда, как раз таки была сила Божья, которая там изливалась, слава Божья, которая там изливалась. Вот что удивительно.